Доброе утро! Ихмея. Один из самых красивых представителей семейства Брамилиевых. Чем же так хороша Ихмея? Замечательное растение Ихмея. Оно необыкновенно красиво. Сочетание серо-зелёных листьев с розовым, таким ярко насыщенным соцветием, в дальнейшем цветками, которые сначала у нас красные, и потом меняется их цвет на синий. Необычно не только сочетание этих цветов на растении. Я считаю, что все представители семейства Брамилиевых, а Ихмеи в особенности, очень необычны. Это растение что-то такое для меня среднее между растением и каким-то, может быть, даже пресмыкающимся. Жёсткие листья, необыкновенный побег, звёрнутый вот в такую длинную трубку, делает растение выходящим из ряда обычных растений, выходцей из лесов и полей Южной Америки. Конечно, очень много солнца и света, и растение чрезвычайно светолюбивое. Но вот в силу особенностей строения их организма и, соответственно, жёсткости листьев, это растение может стоять в относительно плохих условиях с точки зрения освещенности. Вот в этом, конечно, достоинство этих растений. Это тоже Ихмея, но другой вид. С этим растением вот эта Ихмея связывает жёсткость листьев, тоже такая трубковидный такой побег, но соцветие выглядит совершенно по-другому. Другой цвет листьев, другой цвет соцветий, кроющих листьев и так далее. И человек неискушённый вряд ли скажет, что эти растения близкие родственники. Но, тем не менее, это так. И это растение обладает всеми теми же достоинствами, что и предыдущая Ихмея. Все бромелевые – это практически эпифитные растения. А как ухаживать за Ихмеей? Мы сажаем их в очень лёгкий грунт. Вот если мы посмотрим на это растение, оно сидит вот в таком, видите, волокнистом рыжем торфе верховом. Это самый хороший субстрат для таких растений. Но их можно сажать и в измельчённую кору, можно сажать и в моксфагнум, они везде будут чувствовать себя хорошо. Не забывайте о том, что чрезмерный полив растение может погубить. Эта замечательная длинная трубка может при опрыскивании заполняться водой. Поэтому ни в коем случае старайтесь, чтобы вода в этой трубке не оставалась. Она будет там подтухать. Соцветие этого растения быстро сойдёт на нет, быстро отсветёт, потому что основание может сгнить. Поэтому опрыскивать растение нужно каждый день, но следить за тем, чтобы в трубке вода не застаивалась. В природе у растения обязательно. Вода сохраняется в трубке и служит источником влаги для многих животных и для самого растения. Но, к сожалению, в комнатах условия другие, проветриваемость гораздо хуже. Мы и не должны воду держать внутри растения. А какие вредители опасны для ихмеек? Благодаря жёсткости листьев это растение редко поражается вредителем. Разве что иногда тля садится на соцветие. Но это легко заметить, необходимо немедленно и устранить. Нуждается ли ихмея в подкормке? Как все эпифитные растения, они любят, чтобы их кормили. Кормить растения можно и под корень, наливая раствор удобрения прямо в горшок. Можно опрыскивать растения по листьям. А вы знаете, что у всех эпифитных форм листья очень хорошо впитывают влагу вместе с растворенными в ней питательными веществами. Получая такой уход, они будут хорошо себя чувствовать у вас в квартире и свистеть. Ну вот и всё, наверное. До свидания. Всего вам хорошего. Хорошего вам настроения.